Всем привет! С вами Кир Уланов, Marketing Gamers, и в этом видео поговорим с вами, как клиента вовлечь диалог в мессенджеры. Глава в том, что копирайтинг сообщения для автоворонки в мессенджерах, он кардинально отличается от текстов для email-рассылки. И об этом мы с вами говорили в предыдущих видео, если вы их пропустили, обязательно пересмотрите по ссылкам в описании чуть ниже. Но кроме формата, кроме стиля подачи и объема текста, в мессенджерах есть еще одна очень важная особенность – это восприятие знаков припинания. Посмотрите на примеры сообщений в мессенджерах, которые мы использовали для автоворонки наших клиентов. Если обратить внимание, в них нет точек на баннерах, а также в некоторых последних предложениях сообщений. И вы знаете, это не случайность. Дело в том, что по результатам исследования выяснилось, что точка, точка, поставленная в конце предложения во время общения в мессенджерах вызывает чувство недоверия. Ведь чаще всего в личных диалогах пользователи выпускают точку в последнем предложении, либо точку не ставят в коротком предложении. То есть люди, мы с вами, воспринимаем точку, как правило, воспринимаем как сигнал, что отправитель задумался, прежде чем отправить сообщение, и, возможно, его содержание не искренне. В общем, по результатам этих тестов было установлено, что люди вовлекаются в беседу больше и доверяют тем сообщениям, которые в конце точки не имеют. А вот восклицательный знак действует на людей абсолютно иначе. Он привлекает внимание и вовлекает пользователей в диалог. Люди воспринимают его достаточно позитивно и, как правило, обращают особое внимание на месседж с восклицательным знаком. И вот в личном общении люди ставят восклицательный знак, когда хотят придать особо эмоциональный окрас сказанным словам, сделать на чем-то особый акцент. Но тут важно не переусердствовать, потому что несколько восклицательных знаков подряд могут восприниматься как сообщение, написанное, скажем так, капслоком. Когда мы пишем месседж за главными буквами, это выглядит как некий крик или гневное послание, соответственно, вызывает негативные эмоции. А 3-5 знаков восклицания подряд могут вызвать у получателя вот как раз подобное ощущение. Итак, подведем с вами итоги. Чтобы вызвать доверие и вовлечь человека в диалог, старайтесь не ставить точку в последних предложениях текста, а также не ставить ее в коротких сообщениях. А чтобы привлечь внимание, акцентировать на чем-то важном, используйте восклицательный знак, но в дозированных количествах. Правила точки восклицательного знака действуют как для сообщений, так и для текстов на баннерах, картинках, изображениях. Но тут еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Вам нужно следить за тем, чтобы баннеры отображались корректно абсолютно на всех устройствах. И вот после нескольких тестов мы пришли к выводу, что у всех баннеров должен быть один размер 600 на 400 пикселей. Потому что это оптимальный размер для хорошего отображения баннера на компьютере и в мобильном мессенджере. Если это видео было вам полезно, вы знаете, что делать? Ставьте палец вверх, к нему, чуть ниже, чуть-чуть ниже, палец вверх. И обязательно подписывайтесь на YouTube-канал, если вы вдруг до сих пор еще этого не сделали. С вами был Кир Уланов, Marketing Gamers. И увидимся с вами в следующих видео-выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok